Вы счастливы быть в церкви сегодня. Я хочу благословить каждого, кто сегодня пришел в церковь и кто смотрит нас в прямом эфире. Я верю, что для нас это большое, огромное благословение. Это огромная помощь. Быть в Доме Божьем. Сегодня утром я хочу поговорить с вами на эту интересную тему, которая называется духовное самоубийство или духовный суицид. Когда-нибудь вы задумывались о том, как это возможно? Получить суицид духовный. Я знаю, что вы много слышали о физическом суициде. Давайте подумаем и порассуждаем о том, какие есть возможности, чтобы прийти к духовному суициду. Какие-нибудь мысли, идеи? Я дам вам ответ. Это называется непрощение. Или духовный суицид. Подумайте об этом. Когда вы живете в непрощении, вы просто отрезаете себя от Бога. Бог не может слышать ваших молитв. Если у тебя нет взаимоотношений с Богом. Если ты не прощаешь. Библия учит нас, что Бог не может просить вас. Что это значит? Ты не можешь иметь спасение. Ты не можешь иметь прощение. Это приведет тебя к смерти. Из-за чего? Из-за кого? Из-за тебя. Духовный суицид через непрощение. Обычно люди думают, что у них с этим проблем нет. Когда мы слушаем учение о непрощении. И большинство из вас. Думают о том, что я все знаю на эту тему. Это не обо мне. То есть это ко мне не относится. Джоис Майер, проповедница, сказала, что всякий раз, когда она говорит о непрощении. Она говорит, что любое общество, в котором она проповедует, любой церкви, 80% имеют отношение к этой теме. Я не знаю, какой процент в нашем соотношении. Но заключение в том, что большинство христиан, они на кого-то обижены или злы. Они живут непрощением. Если ты считаешь, что у тебя нет непрощения в твоей жизни. Пожалуйста, подумай дважды. Подумай дважды, еще раз. Попытайся что-то вспомнить. И через эту проповедь. Может быть, ты поймешь, что у тебя есть непрощение в жизни. Мы часто замечаем, наблюдаем, что дети не прощают родителям. Я ввел в молитве с подростками. Простите, я наблюдал, как подростки ненавидят своих родителей. 14-15 лет. Они в огневе, с ненавистью к своим родителям. Из-за того, что родители их дисциплинировали. Я иногда видел, как маленькие дети. Когда я им говорю, пожалуйста, скажи, прости меня. Они больше готовы пройти через физическое наказание, чем простить своему братику. Поэтому эта вещь начинается в самых маленьких детях. Это продолжается в подростковом отрасте. И потом приходит к взрослым. Я думаю, что в любой семье нет счастья, нет надежды, нет восстановления, если нет прощения. Если нет прощения, это тупой конец. Дети не прощают, родители, супруги не прощают. На работе ты можешь кого-то не прощать. Может быть, ты не можешь просить себя. Одиноким мамам очень трудно просить. Если кто-то тебе должен деньги, трудно прости. Особенно, если вас ранил кто-то в церкви. Ты иногда не можешь простить свое руководство. Многие христиане, они борются и имеют дело с прощением. Они проходят через много испытаний в жизни. Слава Богу, что некоторые испытания временны. Но боль и непрощение это испытание через всю жизнь. Христиане или истинные ученики Иисуса Христа им просто необходимо прощать. Вот что Библия нам говорит в Эфесянам. В Эфесянам 4.32 Но будьте друг ко другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Колоссянам 3.13 Библия говорит Нисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Я хочу объяснить, что такое прощение. Это не компромисс Божьей морали. Это не то, что кто-то сделал плохо, и мы говорим, ничего, это все нормально. Если разглядеть внимательно в греческом оригинале Библии, что там говорится о непрощении, это значит отпустить Отпустить долг чьей-то, который относится к тебе. Даже несмотря на то, что этот человек должен столкнуться со справедливостью Божьей. Это отпустить обидчика. Это прекратить негодование по отношению к кому-либо. И даже если они заслужили наказание, ты должен проявить милость. Ты не хочешь, чтобы они страдали так, как ты страдаешь. Просто отпусти. Это решение. Я хочу показать вам такую прекрасную картину прощения. Я хочу показать вам такую прекрасную картину прощения. Я уверен, что вы проходили в своей жизни такой момент, когда вы понимаете, что вам нужно простить, и вы не можете. Одно из определений прощения над всеми — это решение. Представьте себе, что внутри вашего дома разгорелся огонь. Если внутри дома есть огонь, рано или поздно крыша пойдет. И дом будет разрушен. Но если ты решишь потушить огонь, что произойдет? Огонь остановится. Но дым еще останется на какое-то время. Вот как мы прощаем. Вначале нужно потушить сам огонь. Да, запах дыма еще будет какое-то время. Это время исцеления. Но принять решение потушить огонь зависит от тебя. Вот как работает прощение. Прощение — это не для слабых людей. Это не для слабонервных людей. Это знак истинного мужа или жены Божьей. Это самое отчаянное, что ты можешь сделать в своей жизни. Давайте посмотрим на непрощение в ежедневной жизни. Обычно, когда мы думаем о непрощении, мы часто думаем, что что-то такое большое, какая-то трагедия должна произойти. Но в реальности мы имеем отношение к непрощению каждый день в мелочах. Мы каждый день в взаимоотношениях с людьми прощаемся. Ваше супружество, семья, каждую неделю мы имеем дело с непрощением. Вы слышали это слово? Я тебя ненавижу. Я не люблю тебя более. Как это восстановить? The date will not fix it. The date, if you go on a date with your spouse. Если вы просто на свидание пойдете со своей супругой, это не все решит. Романтический вечер не решит этот вопрос. Единственное, что решит, это истинное прощение. Работа, бизнес, работодатели, учителя, церкви, пасторы, руководство. Единственный выход, это прощение. 1 Thessalonians 5.15 It says, 1 Thessalonians 5.15 Have you heard this saying, I have nothing against you, against him or her? Слышали такую поговорку, что я ничего не имею против тебя или против кого-либо? I'm not offended. Я не обижен. And then that person, he keeps telling you, and he is talking to you, and you look at your clock, and he is talking to you for already 15 minutes. И этот же человек продолжает тебе что-то рассказывать, ты уже смотришь на часы, прошло 15 минут. And he keeps telling you, I have nothing against him. И он продолжает еще говорить, что я ничего против него не имею. You're still listening, it's already half an hour. А ты продолжаешь слушать, а уже полчаса прошло. And he keeps claiming, I have nothing against him. И он пытается продолжает объяснять, что против него он ничего не имеет. He repeats constantly, I'm not offended. И он постоянно повторяет, я не ранен, я не обижен. This is a lie. Это ложь. This is a sign of unforgiveness. Это знак непрощения. Это знак горечи внутри тебя. That we try to ignore. То, что мы пытаемся игнорировать. We ignore it as much as we can. Мы можем игнорировать, сколько хотим. We're tired, it's hard, but we ignore it. Мы уставшие, мы уже трудно и сложно, но мы игнорируем. We keep repeating, I have nothing against you. Мы продолжаем повторять, что я против него ничего не имею, против нее ничего не имею. Но это неправда. И мы, будучи христианами, мы должны признать, даже если мы христиане с опытом, горечь, often it has place in our hearts. Often it has place in our hearts. Горечь очень часто имеет место в нашей жизни. Беттерность and God's presence don't go together. Горечь и Божье присутствие, они не могут идти вместе. Беттерность and joy can't live together. Горечь и радость не могут быть вместе. Беттерность and true happiness doesn't exist. Горечь и истинное счастье не существует вместе. Беттерность and holiness are opposite. Горечь и святость это противоположные вещи. Беттерность and forgiveness it's not forgiveness. И прощение это не прощение. Беттерность and Christians disciples of Christ have nothing to do in common. Горечь и ученики Христа и христиане ничего не имеют общего с ним. Братья и сестры, я пытаюсь чем-то поделиться с вами и я так уверен что часто я вижу и я даже это вижу иногда во мне что часто у нас нет радости и несмотря на то, что мы уже долгие годы христиане и мы хорошо знаем Библию у нас есть непрощение горечь в нашем сердце которую ты никогда не хочешь признать оно там, мы знаем, что оно там мы по-разному называем даем другие названия этому но радости у нас нет вот почему нет настоящей радости когда ты смотришь на неопытного христианина когда ты смотришь на опытного христианина и видишь там нет радости очень часто не потому что он такой серьезный или она это не потому что он праведный я не говорю, что ко всем это так относится но очень часто это из-за горечи в твоем сердце и такой человек уже долгое время не переживает присутствие Божьего в своей жизни иногда ты думаешь ну почему что-то не так с проповедником с пастором, с церковью но пожалуйста, брат, сестра признай просто признай просто признай что грехович в твоем сердце непрощение в твоем сердце в маленьких, молодых, молодых мы все молодые, старые во всех у нас есть это в сердце и поэтому мы не переживаем истинную радость в его присутствии мы живем с ней прощением я был свидетелем одной истории в церкви прямо перед причастием один брат подошел к другому брату и он сказал ему прости меня за то, что я сделал и он хотел пожать ему руку а другой брат полностью его игнорировал он даже ни слова не сказал он даже не пожал ему руку я чуть не расплакался я верю, что в христианском мире это криминальное действие и этот другой брат просто опустил голову и пошел на свое место непрощение в церкви непрощение это реальность непрощение это борьба и испытание всей нашей жизни я поделюсь своим свидетельством где-то около года назад я не мог простить одного человека я христианин с детства я всегда знал, что я могу и знаю, как простить это, конечно, смешно именно в тот момент когда я помыслил, что у меня есть достаточно силы чтобы прощать и я думал, что я не обижаюсь именно в это время мне нужно было с этим столкнуться один человек я решал один из церковных вопросов помогал молодой семье и один человек вовлекся в этот вопрос и этот третий человек не зная другую сторону этого случая этот человек он не имел права как бы вклиниваться в эту ситуацию но в конце этот человек начал действовать он очень стал так жестко так жестоко относиться ко мне к этому семье начал отправлять смс и я был ранен не только из-за меня но из-за этой пары которая тоже была ранена и я не мог простить и потом я понял я, будучи христианином я говорю это сейчас перед вами что я просто не мог простить этого человека и я знал, что мне необходимо простить я начал молиться я молился все прошло хорошо и я потом подумал что неплохо было бы помолиться за того человека кого я не могу простить и во мгновение я остановился и во рту пересохло я стал пить так сильно хотеть я просто не мог продолжать молиться и я просто подумал что со мной происходит и слава Богу я научился что? прощение это не чувство это не то, что я хочу это выбор это решение это начать делать то, что Бог хочет и сегодня я бросаю вызов каждому из вас можешь ли ты простить? это трудно это очень трудно откровенно скажу что трудно простить если ты думаешь что тебя трудно обидеть или ранить подумай хорошенько дважды если ты думаешь что у тебя нет проблем с непрощением вы вспомните что со мной произошло именно примерно в тот момент когда я начал думать что я могу легко прощать будьте готовы к испытанию потому что Бог и Слово Божие хочет научить нас в этом упражняться и в силе что же делать когда вы уже попросили прощения и не получили ответ Римлянам 12.18 сказано если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми что здесь это значит? это означает что есть такая возможность быть то есть невозможности быть в мире со всеми но Библия говорит если возможно с вашей стороны если возможно как можно насколько это зависит от тебя иди и попроси прощения и даже после этого даже если ты не получил прощения ты свободен согласно Библии ты свободен потому что Библия говорит сделать все что зависит от тебя а другая сторона которая тебя не простила они столкнутся со своей справедливостью перед Богом но ты должен выполнить свою часть и помните когда люди просят у вас прощения друзья люди пожалуйста прощайте им освободите их не пей их своими словами своим поведением не говорите ой ты недостаточно искренний тебе еще неделечку надо пострадать помучиться дай мне еще пару неделек подумать об этом это яд отрава это криминал в христианском мире мы должны прощать и здесь речь идет не о том как ты себя чувствуешь когда человек набрался смелости попросить прощения это уже для него сложно это уже действие смирения многие люди даже не просят прощения многие не говорят прости меня когда последний раз ты сказал прости меня пожалуйста найди время подумать об этом когда последний раз ты сказал прости меня если это было давно тогда пора уже если это уже было недавно тогда ты должен быть в раю но если мы еще не в раю нам нужно еще продолжать говорить прости меня иногда отправлять имейлы и текст месседжи громко вслух несколько раз пожалуйста простите меня и прощайте других Библия нам говорит в Матфея 5.44 я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас вставьте любое имя в этом местописании и сделайте это повседневной жизнью вашей второе последствия непрощения первое самое большое последствие непрощения это раздражительное поведение особенно в супружестве среди соработников в команде среди церковного руководства every time you see the person who you you claim you love всякий раз когда ты видишь человека которого ты считаешь что ты его любишь and you get irritated you get angry you're rolling your eyes you're rolling your eyes oh no oh my gosh you're not supposed to say that word вот это слово не говорить так нельзя because the bible says do not say God's name in vain what we often do and every time we face it it's a sign of unforgiveness it's a sign of unforgiveness we get irritated we get angry we start yelling screaming we think it's because of kids we think it's because of him or her but very often it's bitterness that is crying outside crying from inside of you every time you had a mood swing каждый раз когда у тебя очень резкая смена поведения или настроения often it's bitterness очень часто это горечь number two consequences of unforgiveness is unhappiness or loneliness there is no true happiness without forgiveness if you want to be happy if you work hard to be happy if you bring a lot of money to your house to be happy forget about it it's never going to happen true happiness it's only one forgiveness приходит только когда прощение is your daily bread forgiveness it's the true happiness прощение это истинное счастье without forgiveness без прощения you will suffer ты будешь страдать yes because of you you will suffer да из-за тебя ты будешь страдать yes you are hurt да ты ранен you were suffering because you were hurt ты страдал из-за того что ты ранен but it's been a long time ago но уже прошло много времени and you are still suffering и ты до сих пор страдаешь and now you are suffering а теперь ты страдаешь because you are hurt не из-за своей раны but because of your unforgiveness но из-за своего же непрощения you are unhappy ты несчастливый you are irritated ты раздражительный you live among people but you feel lonely но ты чувствуешь себя одиноким you feel like you are a loser ты чувствуешь себя неудачником но из-за того что часто непрощение please listen to this пожалуйста послушайте do yourself a favor forgive people сделай себе благословение прощи do yourself a favor себе сделай добро forgive her forgive him forgive them and God will forgive you another consequence of unforgiveness evil grows inside of you you become cold you become evil you grow cold you develop evil ты развиваешь это зло you become a professional и становишься холодным профессионалом don't forgive over time не прощай never take time to forgive через какое-то время никогда бери себе достаточно времени для прощения because you will grow cold потому что ты перерастешь в холодность I think marriage is the best example я думаю что супружество это лучший пример you know we have conflicts in our marriage знаете в супружестве всегда есть какие-то конфликты it's not true или это не так if you are smiling you are blessed если вы улыбаетесь значит у вас все хорошо and then what happens вот что происходит someone someone says sorry кто-то говорит прости меня the other party doesn't forgive другой человек не прощает because they believe they don't deserve a forgiveness потому что он считает что он не заслужил прощения or they are planning to forgive они планируют простить with an open date с открытой датой not today not today what happens later and what happens later so they didn't accept the apology from their spouse он не принял прощения от своего супруга and they live like that for a week or two what will happen in a week or two since your spouse is not perfect из-за того что твой супруг он несовершенный do you think there is a chance that he will hurt you again or she remember people are not perfect they might hurt you again so now you have to deal with double unforgiveness double hurt because you have something from last week you didn't forgive and now something happened this week and your reaction like again why do you say again because you still remember it's connected with something from last week you don't forgive again you live like that for another week or two what's going to happen since you are not perfect there is a chance that you might do something wrong again and now one of the spouses will have to deal with that for the third time but imagine how much harder it's to forgive when it's something that you have to forgive for the third time in a row without breaks in between do you do you see how it grows do you see the build up you become cold evil develops inside of you and then even little thing very very little thing irritates you like it's the end of the world but if you would live in forgiveness possibly you wouldn't even pay attention to that little thing possibly but because you hold grudges it builds up inside of you you can't help the more you the more you wait to forgive the harder it will be to forgive the more you wait the harder it will be to forgive please never take time to forgive never think I will think about it forgive now forgive right away forgive quickly so you don't grow cold towards God toward people so bitterness would not develop roots in your heart another sign of unforgiveness you don't trust God with judgment with justice before we go into that point let me read Matthew 18 21 you remember that story when Peter asked Jesus how many times should we forgive and Peter said do I forgive seven times and I still can't get it where he came up with that number seven the only explanation I have I thought maybe possibly Peter had someone in his life who hurted him seven times in a row so that's why Peter said why seven I don't know why seven maybe because it's God's number but the conclusion of that Bible verse that we have to forgive seventy times a day actually it's more seven not seven Jesus replied but seventy times seven you do the math and start practicing tomorrow we will start it Monday Monday is a hard day so let's do it Monday like we always start something good on Monday so you see that the Bible says that even if it's a repeated offense we are called to forgive I would like to ask kids children teenagers who are here please forgive your parents not because I told you but because God told you because Bible says that we we are to forgive please children teenagers adults we are called to forgive and like I said if we don't forgive we don't trust God's judgment it's one of the consequences the Bible says Proverbs 20 22 20 22 I will get don't say I will get even for this wrong wait for the Lord to handle the matter so you want justice God will give you justice but not through you not through your method justice only God is justice me and you sometimes we aren't far from being just that's why the Bible says wait it's been for years or for weeks the Bible says wait for the Lord to take care of that matter 1 Peter 2 23 1 Peter 2 23 the Bible says Jesus he did not retaliate when he was insulted nor threatened revenge when he suffered he left his case in the hands of God who always judges fairly we should follow that example in other consequences of unforgiveness you will suffer and other people you will make other people suffer if you don't forgive someone this is what the Bible says 2 Corinthians 2 7 now listen up now instead you ought to forgive and comfort him or her so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow so if you don't forgive you make other people suffer this is what we just read in the Bible I just wanted all of us to know if you think I do nothing bad he hurted me I didn't hurt him I just can't forgive him I just can't forgive him you are already hurting back this is what the Bible says that's how forgiveness works but when you don't forgive others will suffer you will suffer and the Bible says in that same Bible verse the Bible says when you forgive this man I forgive him too and when I forgive whatever needs to be forgiven I do so with Christ's authority for your benefit so attention that Satan will not outsmart us have access to us he can damage us it's very dangerous it's very dangerous it's very dangerous unforgiveness it's a dangerous stage in life we must be aware we should remember that the Bible says that Satan can outsmart us that's why we must forgive that's why we must forgive I was blown away I was blown away secular sources are saying that unforgiveness can lead to medical issues that's how powerful unforgiveness is it's a huge devil's weapon and in the same way it's a powerful weapon when we forgive so we have to forgive another thing consequences of another consequence of unforgiveness we cannot have a relationship with God we're cut off from the relationship with God I will explain Matthew 5 24 it says leave your sacrifice there at the altar go and be reconciled to that person then come and offer your sacrifice to God often we think we dream of having a good relationship with God очень часто мы мечтаем или размышляем о прекрасных взаимоотношениях с Богом но мы игнорируем людей особенно тех кто ранили нас но Библия нам говорит что это невозможно простите меня за такое разочарование но это истина и нам необходимо знать истину Библия нам говорит это невозможно иметь хорошее взаимоотношение с Богом со Христом и ненавидеть людей игнорировать людей и лить горечь против людей Библия нам говорит что не нужно говорить о жертвенности о присутствии Божьем о поклонении даже в вашей простой ежедневной молитве та ежедневная молитва потому что Библия нам говорит об молитве если ты находишься в сложной ситуации помни ты пойдешь и попросишь прощения тебе необходимо идти просить прощения даже если ты считаешь что ты только 20% виновен если ты даже не получишь прощения иди и свободен ты сделал все что зависит от тебя но не бойся сделать первый шаг еще одно ужасное последствие непрощения Бог не простит тебя Бог не простит тебя Matthew 6 14 if you forgive those who sin against you your heavenly father will forgive you but if you refuse to forgive others your father will not forgive you and your sins ибо если вы будете прощать людям согрешения их то простит и вам отец ваш небесный а если не будете прощать людям согрешения их то и отец ваш не простит вам согрешения ваших пожалуйста подумайте об этом как часто мы виновны перед Богом даже через один день в течение только одного дня представьте себе если бы Бог наказывал нас каждый раз когда мы делаем что-то неправильно или грешим к сегодняшнему дню мы как минимум были бы в хосписе где там ухаживают за больными и знаете что в хосписе там есть священники пасторы в больницах в армии там тоже есть также они приходят и говорят с раненым солдатом или с очень серьезно больным человеком знаете один из вопросов который они задают отгадайте есть ли кто-либо в твоей жизни кого ты должен простить перед тем как ты уйдешь иначе ты не сможешь туда пойти хоспис это просто переход и знаете почему когда мы лежим в постели мы очень часто размышляем о людях которых мы ранили друзья мои дорогие братья и сестры я попрошу вас не ждите этих моментов не должно быть так если ты не прощаешь Бог не простит тебя ты можешь умолять проститься Бог не может пойти против своего же закона Бог не может нарушить свои десятизапевки Бог не может идти против своей системы и как последствия это ведет нас к тому что люди становятся одержимыми вы думаете что это невозможно я уже шесть лет работаю с подростковой библейской школой и у меня были такие вещи с подростками среди списка всех грехов как порнография или наркотики разные пристрастия и всякая зависимость одной из них было непрощение я помню девочку одну 14 лет она могла видеть ясно демонов ночью в коридоре она могла с ними разговаривать это знаете самое последнее о чем мы можем подумать непрощение мы столько с ней говорили молились много раз мы просто советовали исповедать свой грех знаете откровенно говоря я уже надежду потерял я просто уже исполнял свой долг и последняя молитва она сказала я не могу простить своего отца молитва была мощная она плакала она она молилась и потом прямо в молитве воскрикнула наконец-то вот почему Библия говорит отпусти высвободи если мы не простим демоны бесы будут иметь доступ к нам не сразу но Библия предупреждает нас об этом и в конце концов чтобы молитвы твои были услышаны последствия непрощения твои молитвы не будут услышаны Богом Библия нам говорит Марка 11 25 но когда ты молишься прощай вначале прощайте когда ты молишься я надеюсь что мы молимся каждый день и мы должны уверены быть что у нас нету горечи пожалуйста пересмотрите свое сердце для себя сделай себе добро прости освободи отпусти очень часто наши действия наши планы наши поведения они настолько напрямую имеют взаимоотношения с вашими непрощениями притчем 15 the Bible says the Lord is far from the wicked притчем 15 19 говорится что далек Господь от нечестивых а молитву праведников он слышит послушайте Библия нам говорит что Бог слышит молитву праведников но если вы кого-то не прощаете что происходит тогда вы уже больше неправедников Бог не слышит вашу молитву более а ты уже целые годы недели молишься но ты не можешь просить твоего супруга ты не можешь просить пастора начальника отца не можешь просить не важно кто твоя молитва они не возносятся к небу молитвы твоей Библия говорит что Бог слышит молитвы праведников братья и сестры у нас недостаточно времени но в следующий раз возможно поговорим о том как практически прощать это наверное будет следующая пробка но сейчас пришло время молиться перед нами причастие и вы знаете что прощение оно необходимо в этом служении прощение имеет главнейшую роль давайте все встанем во время этой песни которую сейчас будут петь если кто-нибудь из вас помните что Джойс Майер сказала 80% я хотелось бы верить что в нашей церкви это не так но братья и сестры очень трудно прощать пожалуйста помните даже если это было 5 лет назад ты кого-то ранил но ты не извинился перед кем-то ты живешь в игнорировании ты пытаешься временем покрыть это позвони им поговори и скажи я прощаю тебя вы увидите вы почувствуете насколько придет большая разница счастья вы больше не будете ощущать на себя это бремя когда вы игнорируете прекрати обманывать себя что у меня ничего против нее нету да ты ранен мы не можем это отвергнуть горечь оно крадет твою радость крадет счастье взаимоотношение со Христом твои молитвы не отвечены твое супружество не может быть восстановлено прощение единственный выход помните о том что Бог простил пожалуйста просто представьте и убедитесь что Бог вам простил Он умер на кресте и кровь Его проливалась за тебя за тебя за все твои грехи вчера вечером сегодня утром пять лет назад Бог простил тебя так много Он простил тебя теперь твоя очередь прощать давайте будем молиться и если вы нуждаетесь в помощи в молитве если вам нужно восстановление если у тебя есть вера во имя Иисуса Христа сделай этот шаг вперед если тебе нужна помощь простить или если тебе необходимо прощение от Иисуса Христа твоих грехов это лучшее место церковь это совершенное место для восстановления взаимоотношений восстанавливается отец благодарю тебя за слово твое благодарю за твое присутствие я благодарю за милость твою господи благодарю тебя за все твои предупреждения которые ты даешь нам я благодарю тебя что ты научил меня что я до сих пор еще в гордости что иногда мне трудно прощать что я пытался убедить себя что я не обижен но я был я обижен Иисус, мы стоим перед троном потому что я верю в милость твою Иисус потому что твоя милость благодаря твоей милости я живой до сих пор ты дал мне столько шансов ты даешь мне еще один шанс сегодня, Иисус ты даешь этот шанс детям твоим сегодня Господь Бог мы нуждаемся в твоем прощании Иисус, прости меня пожалуйста прости мои грехи мои мысли Господи Иисус мы нуждаемся в твоей милости помоги нам прощать других помоги нам прощать других помоги нам освобождать и отпускать людей на свободу. Помоги нам не мучить людей. Иисус, помоги нам, убедиться, что если мы живем обидеем горечи, Иисус, Дух Святой, я молюсь. Я молюсь за тех людей, которые обманывают себя и которые говорят, что у них ничего нету против них и нее. Сегодня, Иисус, я хочу сказать, что это неправда. Часто мы лжем себе. Иисус, помоги нам убедиться и прийти к Тебе и быть свободными. Иисус, помоги нам убедиться, Господи, благослови тех, которые делают этот шаг верный. Please, especially for those особенно тех who had that boldness, у которых есть смелость, who made that decision, who are not guided by their feelings. Которые не ведутся на чувства. But it's a firm decision. Которые приняли решение. Иисус, помоги нам убедиться, Господь благослови и восстанови их дом, их отношения, их отношения. Помоги им жить в Твоем присутствии. Помоги им жить Твоей радости, Иисус. Господь. Ты прости меня, ты прости, ты прости меня. Ты прости меня, что врага в душе я не прощаю. Ты прости меня, что еще я злой отвечаю. Ты прости меня, ты прости, ты прости. Давайте еще вместе споем куплет и припев. Давайте споем искренне, вдумываясь в каждое слово. Вдумываясь в каждое слово, если в чем-то совесть наша осуждает нас. Сегодня это идеальное время, чтобы очиститься перед Богом, перед причастием. Свято научи, ты меня ходить перед тобою, ты меня введи. Только узкою тромбою, чтобы вон и день. Среди многих мир не узнал ты, чтобы вон и день. И тебя я ждал, сказал ты, чтобы вон и день. Было так, только тогда, только тогда. Вдумываясь в каждое слово, чтобы вон и день. Чтобы вон и день. Среди многих мир не устал ты, чтобы вон и день. Чтобы вон и день. Было так, только тогда. Ты прости меня, Господь. Что с собой поступает, ты прости меня. Что еще в неверие побеждает, ты прости меня. Ты прости меня, ты прости меня, что врага в душе я не прощаю. Ты прости меня, ты прости меня, ты прости меня. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы имеем Божие в Тебе, Господь, надежду на прощение, Господь Иисус. Благодарим Тебя за Твою жертву голгов и за прощение грехов наших на кресте, Господь. Приготовь сейчас, Боже, сердца наши к причастию. Во имя Иисуса Христа, Боже, мы просим Тебя и благодарим Тебя за Твою жертву, за Твое присутствие, за Твое слово. Тебе за все пусть будет честь и слава наш Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.